прошел ровно год записи ролика ручей миллионера с электрички вернее сколько я представился я уже не помню 36 миллионов рублей да с тех пор конечно мы стали да богаче да и судя по всему да в три раза могу себе позволить все что я хочу в чем-то да все как-то постепенно улучшилось действительно нельзя сказать что миллионером стал но почувствовал себя миллионером да на какое-то время еще это чувство могу себе вызывать это очень хорошо и это отлично для тех кто завидует другим да хотя на самом деле что вы хотите по-настоящему то и будет не надо за чужой чужой мечтой идти он стрекоза летает не надо чужой мечтой идти и за своей не смотрите на чужую кто живет да кто чего у кого есть у вас что захотите то у вас и будет при том не важно где чего все доступно везде независимости от условий вот а так можно представить просто представлять и потом ощутить что вам действительно нужно вот вот представите всех подробностях что вы мечтаете представьте во всех подробностях с высокой вероятности это не ваша мечта окажется то что вам есть когда опыт представить почувствовать что это у вас уже есть он кажется покажет что это хрень да и вам не нужно на самом деле вот так вот мы отсекаем ненужные вещи всякие а да стал этого зеланда читать да но он убит совком этот автор владимир владимир кажется зеланд или владислав владимир зеланд убить совком да то есть он какой-то с негативом к написанию к первой книге он подошел с каким-то очень лютым негативом но это понятно это после 90-х он писал к пиздец был но это понятно в общем то там про маятники это как конфликты то есть да типа не обращать внимание потом пиздец а примеры описывают они вообще пизда какая-то полнейшие не примеры то есть он не продвинутый пуша тогда еще не было тогда им пришлось самому все выдумывать притом жил он в плохой ситуации да как и все книжные авторы в общем то книги про визуализации не были в ходу то есть да это первое поколение первое поколение визуализации то есть от этих его фантазии только ухудшается все в тот же год был написан и это как его книга да выдающийся клауса да по посланник но это тоже херня да это что у него ничего про это не было он говорил ощущать все хорошо доброжелательно просто к миру и все то может так сократить но это тоже не было про визуализации тоже было про какую-то там да книжки про визуализацию они седьмого где-то шестого седьмого года только начали появляться постепенно так продвинутые вот такие вот вещи да а вот и четвертом все было хуел да у всех во всех странах мира можешь понять это все по истории почитать за 90 литературу хорошую знаете нихера да хотя вроде автостопом по галактике если я не ошибаюсь они заканчивали последние тома они были в 90 уже начальные 80 и последние в 90 извините если ошибаюсь у мне только пиратские копии поэтому тут с датами тяжело они даты только издательства до стоят а время когда и произведение написано не особо-то известно если она в тексте не не появляется то значит она неизвестно получается вот так вот представление визуализация миллионов на ручей миллионера с электрички кстати это как-то и река немчиха какая-то такая вообще пиздец называется на самом деле это река это в ручей просто все ручьем называют а это кажется река какая-то пусть она широкая признали рекой хотят глубина 20 сантиметров но может 30 но но средне то 20 сантиметров глубина ну вот на ручей миллионера сайт . правильно все сделано да все намного лучше стало и вам рекомендую до визуализируйте представляете лентой для интровертов это лучше всего чем эти экстраверт там бегают прыгают что-то там по дискотекам шлюха ищет но и пусть ведь не наш путь шлюх круги в клубе искать вот наш путь представить что эта херня требует шибко много усилий а пользы никакой и на сайт ознакомств тоже требует много усилий выхлопа никакого там да деньги только выстинутся тебе сиди вот и все а свое мы не упустим то что нам положено в любом случае у нас будет у всех и это пройдет произойдет само даже если от этого отказываться равно то что он принадлежит она вам вам все равно будет и все не волнуемся живем спокойнее главное спокойнее жить сейчас время мирное чего волноваться от на войне когда вы будете волноваться когда быть в окопе сидеть против китайцев там да который нас нападут несомненно и другое дело это возможно лет будет через 100 в лучшем случае в худшем через шестьдесят ну через не знаю ближайшие 40 лет китайцы не нападут на их нахер а потом нападут потом пиздец да не от америки нет это да как там говорят тут китайцев никакая англичанка так китайцы подгаять не может так тушить и свет а там гремит гроза вот за теми деревьями так что мне пора идти отсюда выйти один час так что я запишу еще пару роликов здесь просто спас панорамами да с видами и потом все вот там кстати постучал змею я на том по он прекратил запись тогда там такая лежала до испугалась прям ащи перепугался змеями от меня опозла но это было то ли морскую что ли гадюк на серая такая я прям не знаю я прям не знаю че это змея была и в змеях не разбираемся змеи это для меня темный лес темный темнейший лес вот но напугался я знат конечно хотела до тут дойти там вон там он маленький маленький шиповник с ягодой растет если я с той стороны обойду по мостику тогда дойду то тогда посниму покажу вот хотя тут чистое небо с этой стороны но с той стороны гремит хорошо с той стороны я уже не знаю вот в общем господа визуализируйте представляете себе что у вас уже деньги есть нереальное количество и прочувствуйте по несколько минут день хотя бы вспоминайте об этом вы тогда будете по-другому себя ощущать по-другому себя вести и вам не надо будет но они у вас банк правда лежат да у вас не с собой налички нет она деньги у вас банки да или на кив счету насколько вы не можете заработать допустим за 10 лет столько и представляете 36 миллионов я не могу заработать за 10 лет наверное хотя сейчас инфляция сейчас смогу сейчас еще рух и рухнет пару раз рубль уже смогу да ну а так все удачно сложится как и у всех тушите свет